Котовская Мария Григорьевна, ведущая научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, профессор Российского Государственного Гуманитарного Университета. Мария Григорьевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, коротко о вашей жизни. На каком этапе вы сейчас себя ощущаете, что уже сделано, что предстоит сделать, если говорить о тебе самой в контексте вашей темы, которой вы занимаетесь, и женского движения, в котором вы принимаете участие. Добрый день. Ну что я могу сказать о своей жизни? Собственно говоря, первое, что мне хотелось бы отметить, это то, что меня воспитывали в семье не так, как воспитывают или девочку, или мальчику, а всегда воспитывали как человека, которому предстоит интересная творческая жизнь. Я считаю, что это самое главное. То есть вот такого, что ты девочка, выйдешь замуж, родишь ребенка, и только этого не было. Всегда была, конечно, об этом говорили, конечно, как в любой семье, все хотели, чтобы у меня была счастливая личная жизнь, были дети. Но очень важный момент в моем воспитании, это был акцент на хорошем образовании, на развитии каких-то творческих возможностей. И, собственно говоря, вот это ощущение равенства с любым мужчиной, мальчиком, это было заложено, наверное, воспитанием в семье, потому что это было заложено в основу взаимоотношений родителей и видения мира. Собственно говоря, поэтому, когда я поступила, я заканчивала математическую школу, у меня было очень... Я попала в эпоху экспериментов, у меня была математическая школа с английским уклоном, но так как, собственно говоря, мне эта школа была близко от моего дома, я ходила в нее, и мне было лень ездить далеко в ближайшую школу. Я закончила школу с золотой медалью и сначала хотела идти поступать на астрономический, потому что у нас полкласса, решила почему-то глядеть на звезды, смотреть на звезды. Но здесь сыграли как раз мои родители, которые видели во мне больше гуманитария, несмотря на то, что, собственно говоря, был такой уклон. И я просто отправилась слушать выступления ведущих ученых в университет, и мне больше всего понравился эстфак. Собственно говоря, наверное, вот эта романтическая нота, а мы тогда, наше поколение всегда были романтиками, это поколение романтиков, мы все хотели ехать куда-то за запахом тайги, поэтому когда я услышала призывы кафедры этнологии, тогда этнографии, о том, что это экспедиции, это очень интересно, это меня возбудило, и я, значит, решила поступать на эстфак. Ну и, естественно, на эстфаке, отучившись, я пошла на кафедру этнографии после второго курса, потому что это была идея фикс, мне хотелось ездить, я действительно стала ездить сразу же после второго курса, и, собственно, никак и никогда не жалела о выбранной специализации, потому что, собственно говоря, что этнология – это изучение человека в структуре культурных особенностей и специфики. Вот это меня всегда привлекало. Но, собственно говоря, изучение человека в культуре, оно всегда приводит к неизменному вопросу, почему так складываются взаимоотношения полов, потому что, наверное, этнология всегда подталкивает глубокому изучению взаимоотношений мужчин и женщин. Это совершенно естественно, потому что именно этнологи, одни из первых заговорили, что есть особая специфика культуры, особенно традиционная культура, и мужская культура, и женская культура, куда мужчины-этнологи очень долго не могли проникнуть, именно потому что есть специфика ритуалов, есть специфика особенностей. Вот, собственно, мои экспедиции, еще студенческие, потом аспирантские, и в Среднюю Азию, и в Сибирь, они показали, что действительно эта специфика существует. И, исходя от этого, начинаешь задуматься, почему складывается такая иерархия взаимоотношений, что приводит к этому. И, собственно говоря, когда женское движение началось в России, оно началось в 90-е, конечно, на волне либерализма, либерализма, и я всегда говорила и говорю, что либеральное движение, либеральная такая политическая структура, она неизменно связана с развитием женского движения, с развитием гендерных студий. И когда меня пригласила Света Айвазова в свой клуб «Фемина», это был один из первых, ой, ты знаешь, я не могу Наташечка сказать, но это где-то, даже не могу сказать, начало 90. Вот только это началось, и меня пригласили как этнолога в этот клуб «Фемина». И вдруг нам было так интересно, там были такие дискуссии, собственно говоря, женское движение такое, какое оно было, как оно началось, это было для очень многих женщин-исследователей, потому что они были первые, кто пришли в это движение. Ещё и путь к себе, открытию себя. Я помню, у меня был очень серьёзный, очень смешной случай, очень смешной, у меня было двое детей, я очень устала, и вот я смотрела какую-то передачу про женскую долю, я помню, что я сидела и рудала, мне так было жалко женщин, причём абсолютно это относилось ко мне, и вот на волне вот этого понимания, что необходимо изменение, необходимо солидарность, необходимо какая-то кооперация наших действий, и возникло женское движение 90-х годов России. Вот я вспоминаю о нём как одно из самых ярких, между прочим, явлений в моей жизни, потому что вот это действительно дало понимание не только себя, но вообще место человека вот в обществе, вот в этой структуре, дало такое, как бы такая у нас возникла дружба. Вот сейчас те женщины, которые мы начинали в 90-х годах, а мы все друг друга знаем, тут уже никого новенького нету, мы все остались связаны друг с другом тесными связями и пониманием тех глубоких задач, которые перед нами тогда стояли. Если говорить о том, какие задачи у меня сейчас, мне бы очень хотелось, я уже писала книгу «Гендерные проблемы» в современной России, но это до 2000-х годов. Мне хотелось собрать как можно больше материала, связанного с повседневностью, потому что мы уйдём, а это останется вот как архив. Вот сейчас у меня задача, вот за следующего года опять заняться этим, собрать огромное количество материала, именно связанного с повседневными практиками, жизнью, отношениями в разных-разных сферах. Вот это что касается научной деятельности, что касается общественной. Я член общественной палаты города Москвы, уже 7 лет, и председатель комиссии по делам, по проблемам межнациональных отношений, миграции и конфессии. Очень сложная комиссия, очень сложная, если мы говорим в контексте современных условий. Интересно, потому что вот я хочу сейчас опрашивать женщин, ярких женщин, прежде всего, мне кажется, что это имеет смысл, потому что они как бы показывают наиболее ярко тенденции, которые происходят в тех или иных диаспорах, опросить несколько таких лидеров диаспор города Москвы, тоже записать и тоже издать, потому что это тоже очень важный материал. Лидеров женщин, лидеров мужчин. И вот там связана исследовательская работа, и женское движение. Женское движение, сейчас я скажу, это вот опросить женских лидеров диаспор, мужских посмотреть, и вообще, как они видят проблему своих соотечественников, потому что проблем очень много, и вот такая практическая сейчас задача нашей комиссии, это сделать убежище для женщин-мигрантов, которые часто приезжают с мужьями, оказывается, в бедственных положениях, им некуда деться, это проблема и насилия, и так далее, чтобы они знали, куда они могут обратиться за конкретной помощью, куда они могут в первую очередь прийти за поддержку. Очень много проблем связано, практически мы будем решать это с здравоохранением именно женщин-мигранток, потому что одно дело, когда женщина, так сказать, легальная, а когда она приезжает с мужем, не всегда она легализована, тут очень много тоже проблем, которые нужно решать, и с образованием детским, это тоже проблемы, которые мы выносим на законодательный уровень, так что в практическом плане есть над чем поработать. Что касается практического, Наташа, ну, я считаю, что это наша задача, это беда женского движения, что в женское движение сейчас не приходит молодежь. И вот эта эстафета, и вот это глубокое понимание необходимости бороться за равноправие, идентифицировать себя как свободного человека, абсолютно свободного, она утеряна в молодом поколении. Вот когда я говорю, все-таки студенток очень много, они загораются, но они идут по пути малых дел. Вот давайте мы сделаем вот эту акцию, вот давайте сделаем эту акцию, а понимание того, что акции, если не будет общего женского движения, потухнут, вот этого нет. И мне кажется, это связано опять-таки с общим, сейчас более консервативным настроем в обществе, потому что, опять-таки, повторю, что феминизм, женское движение неразрывно связано с вот этим либеральным общим течением, демократизацией общей. Но, тем не менее, я считаю, что это задача, еще мы пока живы, пока мы более-менее активны, воспитать и оставить за собой, потому что, если мы не сделаем это в течение ближайших 10 лет, это будет яма. И те, которые придут за нами, они начнут с нуля опять. А можно рассказать о том, что делалось в 90-е годы в каких-то ярких акциях, или событиях, или проектах каких-то? Ну, их было так много, что даже трудно сказать. Ну, все мы... Тронологически, что самое раннее вспоминается? И когда... Дубна! Один из акций – это Дубна. Помнишь, Наташа, мы все были в Дубне. Дубна – это был вот такой очень массивный, очень яркий, наверное, манифест для всех нас. И мы, собственно говоря, вот этим всем очень долго жили. Это первое. Второе, конечно, меня привела, ну, как бы, в политическое русло Айвазова Светлана, потому что я с ней очень тесно контактировала. Я была тогда помощником депутата фракции «Женщины России». И моим руководителем был пивовар Ефим Иосифович. Он был у нас главный, а мы были под ним. Я была под ним. Он нами руководил. Но это было интересно. Это было интересно. И я очень, в отличие от многих женщин, которые считают, тогда критиковали очень, справедливо критиковали. Потому что, в общем, фракция в чем-то не выполнила свою миссию. Но все равно это был такой грандиозный прорыв в структуре абсолютно мужских партий. И мне было очень интересно работать с этими женщинами. С кое-кем я до сих пор, вот, например, встречаюсь. Это, например, Климантова Галина Ивановна, которая сейчас возглавляет национальный комитет российской семьи. Я у нее вхожу в президиум. И президент московского отделения. То есть, что-то мы сейчас пытаемся делать, возрождать. Потому что тоже это очень сложно. Например, я знаю, что у меня хорошее отношение остались с Лаховой. при всей сложности ситуации. И все, так сказать, она, человек очень как бы крупный при всей ее разности, скажем так. И можно по-разному относиться, но то, что она как-то пытается еще держать вот это женское движение, которое расползается и падает, это тоже нужно отметить. Это моя точка зрения, потому что есть очень много взглядов на эту проблему. Я считаю, что так она и есть. Но вот это как бы участие в политическом движении тоже дало мне очень многое для понимания вообще, что такое политическая структура, как проводятся, например, какие-то решения. Я иногда сейчас, когда сижу на каких-то женских тусовках, я вижу их слабость, потому что прежде чем выдвигать какое-то предложение, нужно понимать, через какие структуры ты будешь их выдвигать, как ты будешь готовить к слушаниям, потому что в Госдуме они проходят несколько фаз, и это каждая фаза требует своего решения. То есть вот это очень важно, вот это очень важно, и мне это дало участие вот в этой фракции. Я понимаю, что такое фракционная борьба. А вот в 90-е годы можно ли сказать, что женское движение российское было тесно связано, просто зависимо было от финансовой поддержки Запада, и в какой мере вообще можно оценивать самостоятельность российского женского движения, или же все-таки говорить нужно о том, что пока были финансы, оно продолжало развиваться? Я бы так не сказала. Вот сейчас очень часто высказывается, что все женское движение, оно выросло благодаря финансовой поддержке Запада. Но, вот я помню, опять-таки вернемся вот к этому клубу Фемину. Да, они получили грант. Я не помню, не хочу говорить конкретно от какой организации. Да, был западный грант, но женщины, которые участвовали в этом мероприятии, отнюдь не сидели на деньгах. Ну, были какие-то гранты, использовался на какие-то общие мероприятия, но все приходили, например, и делали доклады. Все это было абсолютно бесплатно. Это не исходило из того, что люди хотели заработать на этом деньги. Я шла, потому что мне было безумно интересно, потому что большинство женщин нашего, так сказать, поколения просто реализовывали себя. То есть не мешало, а помогало обращение Я считаю, что помогало. Во-первых, я могу сказать, что я очень много почерпнула на встречах с исследователями, зарубежными исследователями, как европейскими, так и американскими. Мне было интересно, потому что то, что делали они, для нас было тогда новым. Собственно говоря, те, кто пришел и кто стал заниматься гендерными проблемами, женскими проблемами, они были знакомы с этими проблемами по книгам, по литературе. И когда ты встречаешься с людьми, которые это исследовали вживьем, это тоже, что обучение студентов, когда ты с ними работаешь действительно непосредственно или дистанционно. Это разные вещи, это разное качество. Поэтому работа фондов по привлечению хороших специалистов в России, по работе, по выстраиванию вот этих мостов, мне кажется, это очень важно, и я оцениваю это как позитивно. Что касается меня, я никогда не испытывала вот такого как бы прикормки западных грантов, как сейчас говорят. Ну, вот мы получили, честно, вот я несколько раз получала от Сороса, от Макартурах гранты, но мы делали исследования, писали статьи, писали книг, на этом дело заканчивалось. Я не вижу в этом ничего страшного. политической деятельности. О, боже, никогда. И никогда никого не склоняли к никакой деятельности политической. Вот этого не было ни разу. Вот я могу честно сказать, вот что касается вот того, чтобы меня хоть раз пытались на какую-то позицию поставить политическую, нет, нет. Ну, я думаю, что вот, Наташа, что касается тебя, этого тоже не было, мы люди очень самостоятельные, и каждый из нас видит свое место, понимает, как он должен жить, как он будет реализовываться в этом мире, и поэтому кого-то из нас и тогда, и сейчас очень трудно подвинуть. И тут возникает вопрос, когда, можно ли, вернувшись в прошлое, когда впервые услышалось слово феминизм, что понималось под ним, что понимается сейчас, и можно ли сейчас свободно говорить о себе, что я феминистка в современном России? Ну, я начну с последнего, ты знаешь, что я говорю, что я феминистка, и никогда не скрывала, не скрываю, и говорю это открыто, потому что это моя точка зрения, я считаю, что феминизм, так как я его принимаю, это просто открытое признание равенства женщин во всех сферах, и борьба за это положение, вот, например, сейчас стоит вопрос о том, что хотели брать деньги за аборты, вот я как феминистка не приемлю эту позицию, потому что я, конечно, это не значит, что я поддерживаю аборты, это, конечно, нет, я считаю, что здесь мы должны говорить о том, что это, с одной стороны, безответственность, а с другой стороны, было загублено очень хорошее направление, это грамотное просвещение в сексуальной сфере для школьников и студентов первых курсов, и, в общем, доля вины есть на всех, потому что мы не смогли это довести, не смогли это отстоять, это первое, а второе, для меня это неприемлемо, потому что здесь нарушается моя свобода выбора, и я считаю, что женщина как человек, как личность вправе своей судьбою распоряжаться и выбирать путь, и свобода выбора в феминизме это самое главное, отстаивание свободы человека, личности, вот это вот, поэтому я, как говорила, и говорю, что я феминистка, это первое, для меня, я помню, когда мы только начинали, как раз мы сидели, тогда была и Воронина, Айвазова, Наташ, по-моему, ты, мы, я не помню, где, по-моему, у Айвазовой, тогда институт был рабочего движения, и мы писали на доске еще любимое слово, как называют гендерные исследования у нас, и тогда еще слово гендер был очень не, казался в переводе русско, не благозвучно, ничего другого мы не придумали, и гендер остался гендером, я помню, что когда у нас Валерий Александрович Тишков сделал первый гендерный сектор, я помню, или это была лаборатория, я уже не помню, как называлось, я помню, что сначала очень скептически к этому относились, первые заседания ученых совета, я помню, никогда не забуду, я шла, чтобы представить, меня попросил Валерий Александрович эту тематику, и слышала, вот половичка, половички идут, потому что именно гендер рассматривался как пол, сейчас ничего подобного нет, это устоявшийся термин, но вот тогда это было так, феминизм тоже воспринимался неоднозначно, как неоднозначно трактуется этот термин и сейчас, то есть иногда он просто был связан опять-таки с половой сексуальной ориентацией, но мне кажется, что тогда вот этого налета такого негативного отношения к термину феминизма было меньше, чем сейчас, потому что не секрет, что очень многие феминистки сейчас боятся вообще признаваться, что они занимаются гендерными проблемами, что они феминистки, потому что это стало как бы нарицательным, нарицательным словом, термином нарицательным, потому что произошел такой как бы поворот вправо и сейчас я с удивлением иногда наблюдаю, как некоторые наши подруги феминистки, которые были или были при феминистском движении, когда это было модно, теперь стали такими очень радикальными, радикально поддерживающими какие-то вот, я бы сказала, фундаменталистские направления и государственные, и церковные, и, так сказать, отрицающие очень многие вещи, которые мне казались очевидными. С чем это связано? С изменением политической конъюнктуры? С какого времени? Мне кажется, это с политической конъюнктурой связано с усилением фундаментализма в религиозной сфере, не только, между прочим, православной, но вообще в религиозной сфере вот этот фундаментализм, он в том, что усиливается фундаментализм в семейных ценностях, причем мне казалось всегда, что именно такое эколитарное течение в семье это всегда было достижением, но мы не можем жить в обществе построенном уже на экономическом социальном равенстве, фактическом, в неравенстве взаимоотношения Павлов, но не можем, и поэтому сама структура семейных отношений, она ведет к равенству, внутреннему равенству, и возвращение сейчас очень, я вот только что выступала на конференции, где опять шел призыв к возвращению к традиционным семейным ценностям, я всегда спрашиваю, что подразумевается по традиционным семейным ценностям, я не могу это понять, вот как... А собственные исследования как-то связаны нынешние с вот этими проблемами в современном женском движении? Да. В какой мере? Я вот сейчас хочу... Меня пригласили и опять-таки вот только что, и я хочу, Наташа, чтобы тоже присоединилась, проводят в Институте Африки, у них будет интереснейшая как бы тема, это НКО, женские НКО в разных странах мира. Мне бы хотелось как раз поговорить о женских НКО в России. И я думаю, что мы могли бы совместно, вот какой-то кусок возьму я, какой-то кусок возьмешь ты, и сделать совместное что-то о женском движении в России. Это было бы очень здорово, потому что проблем больше, чем позитива, скажем так. А как связано современное женское движение в России с какими-нибудь западными женскими организациями? Вообще существуют ли эти связи? Дело в том, что при советской власти Комитет советских женщин себя позиционировал как часть международного женского движения, регулярно посылал туда какие-то делегации на всемирные съезды и так далее. А потом в период 90-е годы вот таким единственным ярким проявлением взаимодействия женских организаций российских и западных был Пекин и встреча в Пекине, а после этого мы просто и не видим. Многие даже не могут толком назвать, да есть ли какие-то женские организации за рубежом, какие они, и следовательно заинтересованы мы в этих контактах с мировым женским движением или у нас свой путь, вот какая здесь позиция? Ну, во-первых, я очень не люблю это слово свой путь, потому что мне кажется, что, хотя эта точка зрения не популярна сейчас, я считаю, что Россия идет в направлении общезападноевропейского развития, собственно говоря, то есть общецивилизационный путь у нас единый. Что касается того, знаю ли я какие-то женские движения, мне кажется, что сейчас структурно вот все женские контакты, они находятся в таких государственных структурных руках, скажем так, что, например, то, что происходит на Западе, если человек не выезжает, он просто не может знать, никаких связей с женскими организациями западными у нас нет, я считаю, что это очень плохо, я считаю, что женское движение России должно идти рука об руку с западным женским движением, другое дело, что мы имеем право выбирать те направления, которые наиболее подходят для нашего женского движения, собственно говоря, это опять-таки право выбора, которое есть всегда, это первое, второе, что мне кажется, что конечно, вот это то, о чем мы должны говорить, что вот этот разрыв, он не есть на позитив, вот этот разрыв всех связей, разрыв вот какого-то общего движения, направления, он, конечно, сказывается отрицательно на женском движении, это мне кажется, так. Есть ли какие-то надежды, что финансирование может быть возобновлено и нам могут помочь финансово какие-то западные институции или организации, или мы уже должны думать о том, чтобы финансировать свои НКО самостоятельно, благодаря уже российским фондам? Мне кажется, сейчас очень затруднено западное финансирование, но мы видим, что все общественные организации ставятся на учет, если они получаются западную помощь, это не секрет. Мне кажется, что мы сейчас должны искать собственные какие-то ресурсы, это тоже... Отсюда мы подходим к вопросу, как найти тогда поддержку. Мы же знаем, что в России в прошлом именно женщины, предпринимательницы поддавали деньги на развитие многих женских союзов и организаций и групп, и создавали рабочие места для женщин за счет своих капиталов и так далее. Современные женщины, предпринимательницы никак не участвуют в женском движении и, вероятно, вообще считают это беспрерывным. Во-первых, это правильно. Я считаю, что они не участвуют. И более того, опять-таки, повторюсь, они скатываются к проблеме решения сиюминутных проблем. Сейчас на первый план выходит то же, что надо делать, это благотворительность, это волонтерство, вот это как бы финансируется, в это вкладываются деньги. не мы выбираем, не женские организации выбираем, кому давать, не давать. Но женские организации сами покинули вот этот сегмент общественной деятельности, сами. И я считаю, вот это был самой большой ошибкой. Они покинули поле общественной деятельности, первое, они покинули политическое поле деятельности. это были две роковые ошибки. И поэтому они сейчас не выбирают, они не диктуют. И для того, чтобы опять получать какие-то и выбирать и получать деньги на это, нужно вернуть в себя сегмент общественной, так сказать, общественного поля. Пока этого не будет сделано, ничего не будет. А что происходит с движением женщины Москвы? Это было одно из мощных движений, с которыми считались. Оно просто растеклось, потому что женщины не могут найти лидера. И вот это неумение договариваться, неумение поставить свои интересы ниже интересов общих, вот это очень большой минус женского движения в России. Ну, Наташа, ты сама знаешь, вот если бы мы сейчас в нашем исследовательском поле, слава богу, оно все-таки еще сохраняется, начали раздирать одеяло на себя, мы бы просто упали. Особенно сейчас, когда отношение к гендерным исследованиям настолько изменилось не в лучшую сторону, нужно сказать откровенно. Поэтому только солидарность, попытка сконцентрироваться, она помогает выжить. она помогает выжить. Этого не происходит почему-то на женском поле. Я считаю, что если бы мы сейчас могли найти сильного женского лидера, неважно, собственно говоря, это может быть и справедливая Россия, даже единая Россия, это может быть любая демократическая либеральная движение, но это должна быть личность, которой считаются. достаточно. И которая хотела бы. Консервативно она сама к нам не пойдет в женское движение. Это лакмусовая бумажка. Женщина, которая захочет этим заниматься, она сама по сути уже связана с женским движением, потому что ни одна консервативная партия, женщин, представляющая вот этот сегмент не пойдет заниматься. Женское движение. Конечно, конечно, безусловно, но такого лидера нет, его надо искать, по крайней мере, для движения женщины Москвы, потому что это было сильное движение. А в каких партиях современных или движениях есть хоть какие-то надежды на то, что вот эта гендерная повестка дня может быть рассмотрена не с позиции неопатриархата, а с каких-то либеральных или хотя бы социально-демократических позиций, то есть тех, которые были при советской власти и которые ставят перед собой задачи хотя бы не утерять тех достижений, которые были... Ну вот меня, например, совершенно потрясла Мизулина, потому что, собственно говоря, я помню, она нас собирала и мы были... В начале ее деятельности она собирала, кстати, исследователей, там была Светлана Вайзова, Наташа, ты была, я была, мы все помним, Баруина была, и вдруг такой резкий поворот. Ну, собственно, ведь не секрет, что вот эта инициатива платных абортов, это была ее инициатива, и, как ни странно, она была пресечена Матвиенко, который сказал, это просто нарушение всего, и в законодательном, человеческом плане. То есть, смотрите, государственные структуры оказались более феминистскими, чем представительницы бывшего женского движения. То есть, это вот есть яркий пример вот этого отката. но, что касается женского движения, партии, вот я не вижу, честно говоря, вот, может быть, я просто не знаю, тут трудно сказать, может быть, они еще только придут, но пока я не вижу тех женщин, которые могли бы как бы стать продолжателями вот этого направления, потому что опять-таки побеждает политика мелких дел. Давайте вот сейчас поможем, навалимся всем миром, поможем вот этим, этому детскому дому, прекрасно, поможем этим детям. Нет общего поля деятельности, нет, самое главное, программы и стратегии женского движения. вот это она должна быть, если мы, стратегия должна быть, если мы хотим возродить то, что мы называем женское движение. Причем, наверное, это должно быть нами выработанное, потому что если мы опять обратим свои взоры на Запад и в европейские страны, там другие, они схожи, но другие проблемы. Там все-таки другие проблемы. И поэтому не все идеи, которые опробированы и реализованы на Западе, могут быть приняты в нас без поправок и без... Безусловно. Но мне кажется, что сейчас все, кто находится в женском движении, кто серьезно к этому относится, вот уже понимают специфику того, что мы должны делать здесь. Это не значит, что уходят главные ценности. Главные ценности это свобода человеческой личности, свобода и право выбора. Но это значит, что все-таки работа должна соотноситься с теми проблемами и задачами, которые стоят перед нами здесь и сейчас. И вот мне кажется, что мы должны развернуться к этому, сесть, спокойно поговорить. И, вероятно, к сожалению, не могут старые структуры этого делать. И я думала об этом. И я думаю, что сейчас пройдет летом, мы все отдохнем немножечко. И, наверное, нужно те кадры старых феминисток, можно так уже о нас говорить, старые кадры феминисток, куда деваться, собираться, пусть нас будет мало. Но мы начинали, нас тоже было мало. об этом хоть немножечко. Можно ли опереться на опыт именно запустим создания Движения Женщины Москвы? Я думаю, что надо... Как это было? Кто был инициатором? Или что было толчком? Чтобы нам хотя бы вспомнить, как это было? И может быть, что-то... ведь, Наташ, если вспомнить, опять-таки толчком в Движение Женщин Москвы и ты была, и я была, и была Надя из Шведова, тем или иным боком туда входила Воронина. И самое главное, понимала женские задачи, к сожалению, рано у нас умершая Швецова Людмила Ивановна, крупный лидер и женщина, которая понимала значение женского движения. И хотя она всегда была в структурах власти, но она понимала смысл, значение женского движения. И поэтому это состоялось. Сейчас, мне кажется, нужно собираться, опять говорить, выстраивать стратегию и может быть смотреть на следующих депутатов, ярких женщин, молодых, кого можно было бы готовить, я просто не боюсь этого слова, готовить к работе с женскими организациями, и кто мог бы возглавить это движение. Я не считаю, что сейчас, вот при том, как растягивается это движение, как приходят, например, женщины, которые никогда не были в женском движении, Кузнецова, ну что, это просто совершенно смешное, это женсовет, это не является женским движением по сути своей, и как эти женщины стремятся стать во главе женского движения, я считаю, это абсолютно путь ни в куда, и единственное, что я считаю, что мы можем сделать, это опять-таки в сентябре-октябре, когда мы все отдохнем, наберемся сил, собраться, пусть это будет без всяких вот прихлебателей, понимаете, понимаешь, Наташа, я вот только что была, меня приглашали, опять там была Королева, там была Гладкова, все-таки тесным кругом исследователей, людей, которые работают в этой сфере, которые прошли определенную школу, вырабатывать, вот как тогда мы говорили о гендере, что такое гендер, и вырабатывать какую-то, пусть очень элементарную стратегию, шаги, и после выборов искать лидеров сильных женщин, их просто поддерживать, культивировать, и я считаю, что задача номер один создавать заново фракцию, женскую фракцию в парламенте, потому что пока не будет женщин законодательных, исполнить власти, ничего не будет, это будет мелкая, каждодневная какая-то суетня, но не более того, если мы хотим опять возрождение, продвижение, и действительно достойное отстаивание женских интересов, то мы должны продвигать и делать самое главное, создавать опять или женскую фракцию, или сильные женские фракции во всех, при всех структурах власти, другого пути нет. Спасибо большое, Марья Григорьевна, за все идеи, которые были высказаны, и до новых наших наших фракции.